Всем привет! Не так давно вышло долгожданное майское глобальное обновление Windows 10. Оно принесло много новых функций, доработок и изменений. И это обновление считается самым крупным в 2020 году. Осенью выйдет лишь доработка данного обновления. Как видите, я уже скачиваю помощник по обновлению для данной операционной системы. Так как стандартный центр обновления не отображает никаких обновлений даже при ручной проверке. То есть это альтернативный вариант загрузки обновления, если кто-то не знал об этом. В этом ролике мы рассмотрим самые интересные нововведения, на мой взгляд. Также дам несколько полезных советов, которые можно выполнить после обновления операционной системы. Как вы можете заметить, обновление может проводиться достаточно долго, поэтому помощник может свернуть и пользоваться компьютером. А в случае, если вам необходимо выключить компьютер или же он выключился сам, то при последующем включении установщик продолжит загрузку с того места, где он установился. После всех этих процедур мы получаем долгожданное обновление версии 20.04. При таком обновлении все файлы, игры и приложения останутся на своих местах, и вы сможете пользоваться ими так же, как и раньше. Если по каким-то причинам вас не устроило новое обновление, то вы можете с легкостью вернуться к предыдущей версии операционной системы через опцию «Восстановление». Помощником можно воспользоваться не только для обновления операционной системы Windows 10, но и для перехода на нее с 7-й версии, либо же с 8-й. После своей работы помощник по обновлению оставит за собой огромное количество установочных файлов, достаточно массивных, что плохо скажется на экономии пространства на носителях вашего компьютера. Поэтому после удаления помощника нам необходимо удалить установочные файлы путем очистки системных файлов диска C. Для этого переходим в очистку системных файлов, ставим галочки «Файлы журналов», а также «Предыдущие в студовке Windows», что освободит практически 21 гигабайт занятого места на вашем накопителе. Но в этом случае к предыдущей версии Windows вы вернуться уже не сможете. Ну а теперь давайте приступим к обзору Windows 10 Mate 2020 Update, новое обновление функции Windows 10 версии 2004, которое стало доступным всем пользователям 27 мая 2020 года. Рассмотрим новейшие возможности, основные улучшения и изменения майского обновления. Первое нововведение – это управление необязательными обновлениями. Центр обновления Windows автоматически устанавливает большинство обновлений, но некоторые из них являются необязательными. Теперь в Windows 10 появится новая страница со списком таких опциональных обновлений. Теперь вы сможете самостоятельно выбрать, какие обновления необходимо устанавливать. Следующие изменения коснулись работы с накопителем. Разработчики Windows изменили систему поисковой индексации, которая позволяет быстрее находить документы и файлы через поиск проводники или пуски. В системе внедрили новый алгоритм выбора оптимального времени для приведения индексации файлов, чтобы не нагружать память и процессор компьютера, когда он занят другими задачами. То есть индексация происходит во время простоя компьютера. Ранее пользователи отключали службу поиска, так как она заметно тормозила слабые компьютеры. Благодаря новой индексации эта проблема устранена. Изменения также коснулись быстрого поиска на панели задач. Здесь появились кнопки для быстрого поиска. В одном нажатии можно открыть погоду, новости, узнать значимые события и посмотреть новые фильмы. Также в окне поиска информация может отображаться не только в виде текста или веб-страницы, а адаптироваться под систему. Например, если в поиске написать «Погода», то в правом окне появится виджет с прогнозом погоды на ближайшее время. Следующее и, на мой взгляд, очень важное новое выведение – это восстановление из облака. Теперь при выборе опции «Вернуть компьютер в исходное состояние» можно выбрать опцию «Загрузка из облака» вместо переустановки Windows 10 с помощью файлов из локальной системы. Windows самостоятельно скачает самую актуальную версию Windows 10 и установит ее на компьютер. Данная функция позволит сэкономить время на установку необходимых обновлений. Раньше для этого нужно было создавать отдельный установочный носитель Windows 10 или обновлять Windows 10 до сброса к заводским настройкам. Также разработчики ввели новые смайлы Каамодзи. В Windows 10 есть сочетание клавиш «Win плюс точка» либо же «Win плюс точка с запятой», которые открывают меню со смайликами Эмоджи. В майском обновлении список расширили с помощью символов Каамодзи. Это смайлы с разными эмоциями, которые создаются из символов. Данные смайлы можно использовать в соцсетях, что дает интересный и прикольный эффект. Далее разработчик добавил пин-код в безопасном режиме. Ранее можно было установить только пароль от учетной записи Microsoft, что было крайне неудобно. Следующая новая функция – это переименование рабочих столов. Windows 10 позволяет создать несколько рабочих столов и быстро переключаться между ними. Из каждого стола можно сделать отдельную рабочую область для каждой задачи, чтобы не держать несколько приложений и файлов открытыми в одном окне. С обновлением Microsoft добавила возможность присваивать название к каждому рабочему столу. Для любителей Linux тоже есть хорошие новости. Была добавлена новая функция VCL 2 с полноценным ядром Linux. Это, пожалуй, самое важное изменение в Windows 10 Mate 2020 Update. И теперь пользователи получают полноценную среду Linux прямо в Windows 10. Пользователи Linux прекрасно понимают, о чем я говорю, и смогут с достоинством оценить нововведение в данном направлении. Теперь поговорим о маленьких нововведениях, но, на мой взгляд, достаточно интересных. Теперь можно удалять стандартные приложения, такие как графический редактор Paint, блокнот и WordPad. Это не сэкономит вам места на накопители, так как они весят очень мало, однако данная функция теперь присутствует. Теперь в блокноте можно масштабировать текст с помощью кнопки Ctrl и колесико мыши. Также изменения коснулись диспетчера задачи, достаточно интересные, на мой взгляд. Например, теперь мы можем видеть тип диска – SSD это, либо же HDD. И если у вас установлено несколько накопителей, теперь излечить их будет очень просто. А если опуститься чуть ниже и перейти во вкладку «Графические процессоры», то мы увидим, что здесь теперь отражается температура графического процессора вашей видеокарты, что позволит не устанавливать сторонние приложения для выяснения данных температур. Двигаемся дальше, и теперь нас интересует нововведение в режиме планшета. Если вы используете гибридные устройства, где есть и сенсорный ввод, и клавиатура, и мышь, для вас были реализованы изменения в режиме планшета. Таким образом, чтобы вам было легче производить навигацию по пунктам меню в данном режиме. Еще одно незначительное, но полезное нововведение – это регулировка пропускной способности при обновлении. Для этого нам необходимо перейти в дополнительные параметры в центре обновления, далее «Оптимизация доставки», ниже еще раз «Дополнительные параметры», и здесь мы можем видеть как раз параметры загрузки. Если же у вас медленный интернет, а вы выполняете несколько задач сразу, то эта функция для вас. Вы можете поставить ограничения на фоновую загрузку, либо же на обновление, которое находится на переднем плане, что позволит устранить забор скорости центром обновления. Также изменения коснулись и Xbox Game Bar. Теперь вам не нужно устанавливать сторонние приложения, чтобы включить счетчик FPS. Xbox Game Bar теперь содержит его в своем стандартном функционале. Также в данном обновлении было реализовано еще много мелких нововведений. Например, расширенная информация о состоянии сети, либо же встроенная поддержка IP-камер, контроль над перед запуском приложений при входе в систему, теперь папка загрузки исключена из утилиты очистка диска, изменение индикатора текстового курсора, новое приложение Cortana в виде чата, которое, к сожалению, мы не можем опробовать в нашем регионе. Я говорю о России. И еще огромное количество изменений в интерфейсе операционной системы, а также в ее настройках. Если вы хотите более подробно посмотреть на список всех изменений, ссылочку на данный сайт я оставлю в описании. Ну и на этом я хочу закончить наш обзор. Надеюсь, что он будет вам полезен. Всем спасибо за внимание и доброго вам здоровья!